МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей СОРОВ-24, в студии Катерина Пёнов. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Просто о сложном в ЦПП прошел семинар о продвижении продуктов в современных условиях. Весна идет, весня дорогу. Сотрудники ГАИ вместе с учениками школы города провели профилактическую акцию. Лучший антистресс 30 марта отмечают день прогулок по парку. Далее расскажем обо всем подробно. Эльтероксин, эутерокс и другие препараты вновь возвращаются в аптеки региона. Об этом сообщил замгубернатора министра здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале, отметив, что нехватка препаратов была обусловлена ажиотажным спросом. По словам главы регионального Минздрава, сейчас логистика восстанавливается. В ближайшее время ситуация с поставками лекарств и их наличием наладится. Также он рекомендовал не закупать лекарства впрок. Не создавайте ажиотажный спрос, обратился он к нижегородцам. Все лекарственные препараты для выполнения госгарантий в Нижегородской области есть в достаточном объеме, подчеркнул Давид Мелик-Гусейнов. Напомним, власти региона заявляли, что дефицит жизненно важных лекарств в аптеках будет восполнен к концу марта. Кризис – это момент прорыва или провала. На очередном семинаре ЦПП обсуждали продвижение продукта в современных условиях. Спикер Дарья Рощина простым доступным языком объясняла собравшимся, как вести себя в новых условиях тем, кто рассматривает соцсети как площадку для продвижения, куда смотреть, что планировать и как действовать. Сейчас у нас бизнесу, скажем, непросто. И мы сегодня поговорим как раз про, скажем так, отдельные новые направления, которые открываются с каждым днем, потому что предпринимателю сейчас нужно быть очень гибким, очень ловким, осваивать не только сферу продвижения в социальных сетях или в интернете, но и также брать отдельные, скажем так, оффлайн-методы продвижения, которые, я считаю, как раз для Сарова они будут более актуальны в нынешнее время. Не обошли стороной и острую тему блокировки соцсетей. Дарья рассказала, сможет ли Телеграм стать площадкой для продвижения, а также дала несколько советов, на какие альтернативные социальные сети стоит обратить внимание, куда мигрировать предпринимателям запрещенных площадок. После каждого семинара мы обмениваемся не только обратной связью, что они полезны для себя, вывели, что бы они хотели в дальнейшем услышать, но и даже после семинаров я уже конкретно с каждым предпринимателем могу проконсультироваться, дать какие-то советы, где-то помочь, какой-то стратегии продвижения, и в общем, в таком формате мы взаимодействуем. Дарья в Сарове не первый раз. Прошлый семинар был посвящен основным трендам и антитрендам соцсетей, работе с аудиторией. На встрече разбирали понятие осмысленного контента, работе с визуалом. В январе главной повесткой дня был массовый переход в онлайн-пространство из-за пандемии. Технопарк «Анкудиновка» ежегодно устраивает семинары и пич-сессии по всей Нижегородской области. Конкретно с центром Саровским мы познакомились через директора. Она вышла на моего руководителя, сказав так, что очень много наслышалось про мои компетенции, про мой подход, скажем так, более неформальный, без всякого сухого текста, доносить информацию к продвижению продукта. Они пригласили меня в 21-м году, получается. Мы провели первый общий семинар про маркетинг, про целевую аудиторию, как набирать клиентов, где их искать, где продвигаться, в каких областях. В беседе с участниками семинара стало понятно, что такой формат Саровским предпринимателям интересен. Такие встречи в нашем городе планируют проводить регулярно. Росавиация снова продлила ограничения на полеты для 11 аэропортов России. Речь идет о воздушных гаванях в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. Планировали, что аэропорты смогут начать работать утром 1 апреля. Однако режим временного ограничения полетов продлили до 7 апреля. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Изменилось время приема документов для зачисления в первый класс. 1 апреля подать их можно с 8 часов утра несколькими способами. Через портал образовательных услуг Нижегородской области, региональный портал государственных услуг МФЦ, операторов почтовой связи общего пользования, заказанным письмом с уведомлением о вручении, в электронной форме на специально созданный для этой цели адрес электронной почты школы, либо лично обратиться в школу. Финансирование нацпроекта «Культура» в регионе увеличат в 2,5 раза в этом году. Из бюджета всех уровней выделят почти 400 миллионов рублей. Это позволит модернизировать 6 модельных библиотек, создать 2 виртуальных концертных зала, капитально отремонтировать 5 сельских домов культуры и 10 школ искусств региона. В России предложили сократить рабочую неделю для сохранения занятости. В связи с сокращением рабочих мест на рынке труда оказалось много людей. Поэтому в Федерации независимых профсоюзов России считают, что имеет смысл сократить рабочее время и разделить эту ставку без потери зарплаты между несколькими работниками. Однако, чтобы ввести эту меру в системообразующих отраслях экономики, она должна пройти дискуссию. В гидромедцентре предупредили о периоде затяжного холода. С приходом устойчивого циклона вернулась по-настоящему зимняя погода. И надеяться на скорое потепление пока не стоит, предупреждает заведующая лабораторией гидромедцентра России Людмила Паршина. Холодная для середины весны погода сохранится до 4-5 апреля. Только после этих таций ноктики ожидают прихода теплого антициклона. Автовладельцев предложили избавить от штрафов за мелкие нарушения. МВД распространило указание не привлекать к ответственности за мелкие нарушения тех, кто перевозит товары народного потребления. В список освобожденных попали не только владельцы грузовиков, но и хозяева легковушек. Речь идет о таких нарушениях, как управление автомобилем с одной негорящей фарой, лысой зимней резиной, покрышками, рисунок на которых различается на разных колесах. Предлагается также не привлекать к ответственности водителей легковых машин, у которых не работает стояночный тормоз, а также нет брызговиков. Водителям и пешеходам напомнили о правилах дорожного движения. Сотрудники госавтоинспекции вместе с отрядами юных инспекторов движения школы номер 5, 11 и 14 провели профилактическую акцию в рамках кампании «Весна идет, весне дорогу». За прошлый год в Сарове зарегистрировано 40 случаев наездов на пешеходов. Это почти половина от общего числа всех дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. В единый день безопасности пешехода сотрудники госавтоинспекции вместе с отрядами юных инспекторов движения школ номер 5, 11 и 14 провели профилактическую акцию по привлечению внимания водителей к правилам дорожного движения. Данная акция очень актуальна. Призываем всех водителей максимально снижать скорость при подъезде к пешеходному переходу, чтобы вовремя заметить пешеходов, особенно при подъезде к образовательным учреждениям, поскольку здесь переходит дорогу очень много детей. Ребята из отрядов ЮИД выстроились вдоль проезжей части, держа в руках плакаты со знаками ограничения скорости движения. Так они привлекали внимание водителей и пешеходов и напоминали о правилах ПДД и осторожном поведении на дорогах, особенно вблизи пешеходных переходов. Мы такие активные, участвуем почти во всех акциях, различные тоже. Недавно у нас проходила акция со скворечниками, где мы их разукрашивали различными дорожными знаками, вот, и всячески помогаем инспекторам движения. Также в рамках акции сотрудники госавтоинспекции совместно с депутатом городской думы Алексеем Александровым останавливали машины и напоминали водителям о том, что надо притормаживать у пешеходных переходов и вблизи образовательных учреждений. Каждый автолюбитель получил специальный информационный буклет. Будьте внимательными, так как при переезде пешеходного перехода находится учебное заведение. В данной акции я принимаю участие первый раз и планируем его с госавтоинспекцией продолжить. По 4 апреля в рамках пропагандистской кампании «Весна идет, весне дорогу» госавтоинспекция проведет еще ряд различных акций и семейных челленджей, которые направлены на снижение детского травматизма на дорогах. В дни весенних каникул художественная галерея открыла свои двери для школьников. Ребята могут посетить познавательные занятия, экскурсии, квесты по выставкам, творческие мастерские и кинопоказы. На одном из мероприятий побывала наша съемочная группа. На творческой мастерской «Весенний ручеек» ребята создавали весенний пейзаж в смешанной технике. Для творчества дети использовали акварель, пастель, аппликацию и оригами. С живым интересом и старанием младшие школьники учились делать бумажный кораблик. Ни одна картина не была похожей на другую, но все работы получились по-настоящему весенними. Мне очень сильно понравилось ходить в художественную галерею, потому что здесь очень занимательно, все понятно объясняют и можно привить все свои таланты. И тут можно сделать с оригами, и тут мне понравилось то, что здесь делают объемную композицию. Весенние каникулы художественная галерея подготовила для гостей различные развлекательные программы, которые могут посетить семьи с детьми, коллективы школ города и, конечно, все желающие ребята. Познавательные занятия, экскурсии и квесты по выставкам, творческие мастерские и кинопоказы. Юные посетители могут выбрать для себя мероприятие по душе. У нас проходили и для детей, и для взрослых, то есть разного возраста, с 1 по 11 класса у нас были и занятия, и кино, и творческие мастерские, квесты и игры. То есть экскурсии у них даже были игровые и квесты, где они могли бегать по двум этажам и с выставкой знакомились, и в то же время что-то отгадывали, гребесу загадки, какие-то кроссворды и шифры. Каникулы в художественной галерее пройдут по 1 апреля. Мероприятия для детских коллективов организуют по предварительной записи. Справки и подробная информация по телефону художественной галереи 702-87. 30 марта отмечают необычный, но весьма актуальный для современного мира праздник – День прогулок по парку. Его цель – привлечь внимание городских жителей к такому, казалось бы, очевидному способу отдыха. Наша съемочная группа отправилась в зеленый островок нашего города, чтобы узнать, как парк Зернова готовится к летнему сезону. Прогулки в парке вдали от пыли и шумных дорог, как правило, поднимают настроение и даже снимают стресс. Исследования показали, что люди, которые часто ходят пешком и любят гулять в зеленых зонах, как правило, счастливее тех, кто предпочитает отдыхать дома перед телевизором. Повышается иммунитет, снижается риск ожирения, диабета второго типа и некоторых видов рака. Ежедневные прогулки по 30 минут в день, по мнению врачей, приносят огромную пользу для здоровья. Они могут также увеличить сердечную деятельность и снизить кровяное давление. Вы знаете, гуляю я не часто, я живу на Некрасово, но я считаю, очень полезно. И здесь очень много гуляет. У меня дочка здесь живет, и поэтому очень красиво, хорошо. Мы гуляем в парке очень много и считаем, что полезно в парке гулять, потому что проветривается голова, и из-за этого ты можешь легче думать. Свежий воздух, белки есть. И каждый день я стараюсь и здесь, и вот за рекой, и там, ну че-то, че-то. Для нас, пенсионеров, это, конечно, замечательный угол. До открытия нового летнего сезона в парке остается месяц. Уже сейчас готовят аттракционный комплекс к ежегодной аттестации, которая запланирована на 8 апреля. Также летом в парке проведут работы по благоустройству. Для безопасности планируют заменить плиточное резиновое покрытие, нацельное. Также продолжатся работы по озеленению территории. Будут высажены и многолетние кустарники, и появятся новые зеленые газоны и насаждения. Также коснется в рамках благоустройства и ремонтной замены, ремонтные работы по замене вышедшего детского оборудования на территорию детской игровой площадки. Полюбившиеся саровчанам мероприятия, румяные встречи и снежные фантазии адаптируют под летний сезон. Детей и подростков по выходным будут ждать на задорные встречи. Для старшего поколения готовят танцевальную программу «Музыка с пластинки». Благодаря снятым практически всем ограничениям по коронавирусной инфекции, мы сможем реализовать в этом году нашу программу «Кино и мульт под открытым небом», принять фестиваль уличного кино, который мы как бы не смогли осуществить к показу в течение последующих трех лет. Одно из самых долгожданных событий – новые аттракционы – качели «Каравелла» и «Биоробот». Сейчас делают все возможное, чтобы они начали работать уже в этом сезоне. Также в начале сезона в парке появится топиарный зоопарк «Жаркая Африка». В юниоре прошло внутреннее первенство по баскетболу между командами спортивной школы «Икар». На паркет вышли как самые маленькие воспитанники, так и те, кто тренируется много лет. На соревнованиях побывала наша съемочная группа. Традиционное первенство по баскетболу среди воспитанников «Икары» ежегодно проходит в дыне весенних каникул. Игроки, начиная с младшего возраста и заканчивая старшими ребятами, соревнуются и показывают все, чему научились за учебный год. Во-первых, детям интересно посоревноваться между собой, потому что обычно они выезжают на соревнования одной команды, а сейчас у них внутри коллектива соревнования проводятся. Это первый момент. Ну и второй момент – игровая практика никогда не помешает, потому что любая игра лучше тренировки. На отделении баскетбола работают три тренера. Под их руководством занимаются более 150 детей. Они тренируются не только в стенах «Икара». Есть группы в городских школах. Детей приводят с 7 лет. Одними городскими соревнованиями тренеры не ограничиваются, стараются всех своих воспитанников вывозить на область. По возрастам у нас проводится областное соревнование. Называются они «Поколение НН» от Айкида Федерации Нижегородской баскетбола. Проводятся соревнования по возрастным группам также. Вот наши ребята участвуют. Достаточно хорошо выступают. У команды 2008 года рождения есть неплохие шансы занять призовое место в областных соревнованиях, считают игроки. Ранее ребятам удавалось занять максимум третье место. Сейчас они настроены улучшить свой результат. «Поколение НН мы должны поехать 1 апреля играть. У нас осталось две игры всего. Дзержинская и Балахна. Если мы обыграем хотя бы одну команду, мы должны хотя бы подниматься выше. А если проигрываем, то мы вылетаем». На паркет юниора выходят не только детские команды. 30 марта баскетбольный клуб «Атом» встретится с «Газэлектроникой» из Арзамаса в рамках чемпионата Нижегородской области. 2 апреля пройдет стыковой матч «Плей-офф». Соперником нашей команды станет Университет Лобачевского. Начало в 13 часов для лиц старше 6 лет. Редактор субтитров А.Семкин